Приветствую вас! Давайте для начала подумаем о том, какие у вас вообще есть варианты. То есть вот есть ситуация, да, мужчина живет простыми обидами, проявляет агрессию, в общем все понятно. Как вам хранить семью? Что вы можете сделать? Что вообще в этой ситуации можно сделать? Такой вот, на мой взгляд, ну, действительно очень важный вопрос. Значит, пожалуй, первое, о чем хочется сказать, это то, что вы можете действовать двумя способами. И первый способ это способ в ущерб себе. То есть просто, если вы хотите именно сохранить семью, если семья для вас очень дорога по какой-то причине, если вы готовы ради СМИ жертвовать, например, там, не знаю, с собой, там, своим здоровьем, своими нервами, своим переживанием, да, то вы просто-напросто используете такой вот, ну, такой вариант поведения, да, как, собственно, просто не замечать того, как себя мужчина ведет. То есть агрессию с его стороны не воспринимать на свой счет, а агрессию с его стороны воспринимать исключительно как, ну, как, знаете, как собственные проблемы мужчины, чем, собственно, они и являются. То есть проблема агрессии, проблема обид, это проблема мужчины, это не ваша проблема. И вам не нужно воспринимать это на свой счет. Если вы сможете обгородиться, сможете провести грант между тем, когда мужчины на вас, обращая свое внимание, когда действительно вы являетесь объектом, партнером, его претензий, его обид и так далее, то это одно. И когда мужчина просто сам по себе реализует свои обиды, проявляет их, опять-таки, на вас, и в этом случае не стоит воспринимать их, как что-то серьезное. Второй вариант. Если вы не готовы действовать себе в ущерб, если вы понимаете, что подобное поведение ни к чему хорошему не приведет, если вы понимаете, что мужчина, собственно, не изменит своего поведения, если вы отдаете себя счет в том, что дальше может быть, например, только хуже, то здесь вам нужно поступать более таким сложным способом. Значит, в первую очередь необходимо достать мужчине вот этот вот такой вопрос. «А хочет ли он захоронить семью? Хочет ли он сам захоронить ваш брат? Если да, то согласитесь, шансов у вас гораздо больше. А если нет, если нет, если мужчина не готов сам сохранять вашу семью, если мужчина не готов это делать для этого, как тогда можно ее сохранить? Ведь семья, как и любые отношения, это работа двоих людей. Значит, вы говорите мужчине тогда, что либо он хочет сохранить семью и что-то делает, либо вы их постепенно от него отдаляетесь, и он вас теряет. По сути, нет другого варианта поведения в данном случае, чем тот, что я вам назвал. Если мужчина осознает, что у него действительно есть проблема, если мужчина понимает, что у него есть нерешенные конфликты у него самого, можно ему обращаться к психологам, к нам, для того, чтобы мы ему помогли. Если мужчина этого не осознает, значит, ему удобно жить так, как он живет сейчас. Ну и опять-таки, а если ему удобно жить так, как он живет сейчас, то нужно лишить его этого комфорта. Правильно ведь? нужно дать ему понять, что он может лишиться всего того, что у него сейчас есть. И, соответственно, если вы дадите ему это понять, то мужчина проявит, скажем так, проявит свое отношение к вам, и вы увидите, хочет ли он что-то делать для того, чтобы сохранить отношения между вами или нет. И, к сожалению, к сожалению, ситуация такова, что вам желательно быть готовым к тому, что мужчина даст вам негативное поведение, негативную реакцию. И очень желательно, очень желательно, чтобы вы сами для себя определили, готовы ли вы, как бы, принимать любое поведение. Ну вот, собственно, и все, что можно вам сказать. И немного резюмируя, немного резюмируя, давайте приведем итог. Определите сперва, на что вы готовы ради сохранения семьи. Готовы ли вы бороться в одиночку с сохранением семьи? Если да, то ради чего? И вот, собственно, ответив на такие несложные вопросы, вы сможете получить для себя первые ориентировки по решению проблем. Вообще говоря, вашу ситуацию надо разбирать подробно, консультировать вас, а можно консультировать вашего мужа для того, чтобы сохранить семью и нужна работа. Готовы ли вы к этой работе или нет решать вам? Если готовы, выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним консультации по поводу того, в чем возникли проблемы, когда они возникли, почему, какие обиды вашего мужа и так далее. Может быть, вы сможете самостоятельно помочь ему эти обиды разрешить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи!